всех приветствую сейчас в этом видео покажу как можно сделать декоративную штукатурку мокрый шелк вот мы сделали с имитацией музыкальных пластинок виниловых так заказчик захотел где-то маленький где-то побольше разного диаметра в разных местах стены были подготовлены под покраску стены красим водоэмульсионной краской в цвет нашего жидкого шелка жидкий шелк у нас серебристо-белый поэтому стены красим белый цвет можно красить валиком мы красим безвоздушным аппаратом так как он у нас есть и быстрее качестве не получается тены покрасили финишный слой в два или в три слоя красили по моему пол угрыли старым линолеумом база серебристо-белая как я уже говорил vgt мокрый шелк можно коллировать но мы не коллировали заказчик сказал ему нравится такой цвет и так пробуем наносить вот так получается блестит пока мокренький подсохнет будет матовый мокрый шелк наношу одним слоем вообще нужно два слоя наношу металлической кельмой колорадо из нержавеющей стали для этих работ для мокрого шелка нужно наносить пластиковой кельмой но у меня пластиковой не было металлической тоже получается но она может местами чернить то есть если сильно уже на подсох тукатурка это мокрый шелк фактура и вы начнете подтирать где-то то может чернить по свежему не чернит ничего наносим шелк равномерным слоем не совсем на сдир но и не сильно жирным слоем то есть среднем таким может пол миллиметра когда будете делать то почувствуйте наношу небольшие участки может по пол квадрата может меньше и начинаю формировать рисунок классическим стилем восьмерки получается нормально вот центром кельмой изогнута на счете тут центром получается формирую рисунок то есть не краем чтобы она не за не врезалась в штукатурку а центром она скользит такая как лыжня получается скользит себе по материалу материал очень пластичный очень такой вязкий с ним легко приятно работать идем дальше наносим наш материал неровномерными такими рисунками то есть не чтобы у вас ровно квадрат такой был нанесенный материал волнистыми где-то прерывистыми то есть он не будет видно вашего стыка а если сделать и чисто ровно как под линеечку стык то он будет виден вот буквально нанес пол квадрат даже не пол квадрат там четверть квадрата и вот уже сразу формирую рисунок так как в комнате в помещении было очень тепло и материал если бы я нанес даже квадрат он бы скорее всего уже бы подсох и было бы сложно формировать рисунок поэтому носил по чуть-чуть чуть-чуть нанес сформировал рисунок дальше пошел таким вот этапом вот так это смотрится против солнца когда с окна светит солнце вот так вот блестит интересный материал продолжаем наносить наносим формируем рисунок наносим формируем чуть-чуть заходим на уже сформированный рисунок чтобы стык сделать все сразу рисуем наши восьмерочки создаем фактору чуть-чуть заходим на уже сформированный рисунок формируя и таким образом стык будет максимально не виден так и так мы архитектуре какие-то что мы хотим куда-то в в в Продолжение следует... 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 пришло время показать как рисовать круги рисуются они не так сложно как кажется все гораздо проще купил вот такую щетку прикрутил длинный саморез чтобы он чуть-чуть выступал за ворс щетки ворс жесткий отметили центр откуда будет и намечаем где какой диаметр круга вообще у нас будет и уже материал наносим вот от центра наносим по диаметру нашего круга просто хаотичном порядке теперь щеточку берем и начинаем таскать этот материал нанесенный на стену ворсом создавая фактуру вот так вот все просто интересно смотрится когда круг не идеально ровный то есть чуть-чуть края рваная такие где-то материала не хватило и вот так вот интересно будет смотреться советую с заказчиком и еще чуть-чуть добавляем больше диаметр круга пока материал свежий можно легко регулировать диаметр круга добавляя можно начиная с маленького добавляя материал по большему диаметру и щетка уже разносить этот материал формируя круг очень важно проводить несколько лет раз формируя рисунок чтобы он был равномерным все рисунок нам нравится переходим дальше нанося материал то есть длиннее где-то выходим за радиус меньше то есть можно буквально маленький кружок сделать буквально возле центра немного нанести материал и кружок получится меньшего диаметра то есть мы так и делали то есть некоторые круги большие некоторые поменьше то есть мы таким вот способом добивались вот видно как на щетке материал задерживается и он равномерно намазывается на стену вот еще добавляю чуть-чуть где маловато было в одном боку вот самое главное чтобы нравилось заказчику все когда материал подсох в центра вот самореза где у нас осталось отверстие на кончик ножа можно конечно тоненькая кисточка но кисточки не было и поэтому кончиком ножа этот же материал жидкий шелк туда вовнутрь накладывается таким образом закрывается штукатурка таким образом закрывается кисточку за кисточку передача в предстоящему вот меньшего диаметра кружок тоже так вот центр закрыли и все вот такие пластинки получились у нас вот так получилось дают оттенок они не блестят матовая ну прикольно тоже со своей стороны малюсенький прикольная отделка